А если бы вы имели возможность, что бы вы спросили? И хотели бы вы ее встретить? Может, и встретимся, может быть, и не встретимся. Неважно, она для меня всегда была, есть и будет. Она вообще совершенно реальна. Она никуда из моей жизни не ушла. У меня дня нет, чтобы я о ней не думал. Она один раз на меня так посмотрела, как будто на всю жизнь примерила. Вышел какой-то врач. Кого оставлять, мать или ребенка? Конечно, я сказал мать. Когда ушла из жизни Таня моя, она знала, что она уйдет. Ей хирург дал 15 лет жизни после операции. Она прожила 18. 38 лет. Столько мы с ней пережили. И вот в результате стали родителями монаха. Я ему говорю, Сережа, ну, твоя мама, она совершила подвиг, родив тебя. А ты ушел в монастырь и остановил род. Он говорит, пап, ну сколько род существует? Ну, это 300. Гораздо важнее, как бы, духовная эстафета, духовная преемственность. В нем всегда была какая-то мудрость. Вот она в нем где-то в глубине сидела, в глазах. Ах, я болтливый. А он молчит больше и слушает. Вы чувствуете себя сыном? Да, да, я чувствую себя сыном, а он как будто отец. Вообще мне церковный уклад и даже монастырский удивительно нравится. Там пустых людей нету. Все можно преодолеть, если есть... Вера и любовь. Зачем человеку вера? Для вечной жизни. Для осознания необходимости стремления к вечной жизни. Для спасения. Редактор субтитров А.Семкин